Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханов. По всему миру зафиксировано 198 тысяч случаев заражения коронавируса. Умерло от болезни уже около 8 тысяч человек. Так, инфицированы жители уже 154 стран и зависимых территории. 2 532 человека выздоровели за минувшие сутки и на 800 человек возросло число умерших. Италия остается страной, где смертность и заболеваемость растут быстрее по сравнению с остальными очагами пандемии. Продолжает улучшаться ситуация в Китае, который стал страной, где впервые зафиксировали случаи коронавируса. Там подтверждено 25 новых случаев заражения и 11 смертей за последние сутки. По данным Минздрава, сегодня зарегистрировано еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса. Из них 17 фактов в Южной столице и 18 в городе Нур-Султан. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Состояние наших соотечественников оценивается как стабильное. Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией по городу Алматы. Первый случай – это девушка-студентка. 1998 года рождения пролетела к нам рейсом Стамбул-Алматы 15 марта текущего года. Вторая инфицированная женщина 1974 года прилетела из Москвы в Алмату 10 марта. Они находятся на карантине в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное. Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Талдыкургане. Инциденция фиксирована 17 марта в 19 часов в микрорайоне ЖТОСУ. В результате пострадали два работника газовой компании. Оба госпитализированы. Состояние их стабильное. Вспышка произошла во время монтажа счетчика. Сотрудниками газовой компании ТООТОВИЗИ. Пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя несколько минут. Открытого огня не наблюдалось. Спасатели эвакуировали жители дома. На месте работали более 20 сотрудников ДЧС региона. Полицейский и представители местных исполнительных властей. Добавим, по словам руководителя пресс-службы Акима Алматинской области, Галмурата Жукеля, квартира будет восстановлена за счет предприятия. В результате вспышки пострадали окна и двери данной квартиры, где произошла вспышка. Другие квартиры и каркас, дом в целом не пострадал. Сотрудников ТООТОВИЗИГАЗ вызвала хозяйка дома, которая также находилась дома. Она находилась в другой комнате. И когда произошла вспышка газо-воздушной слезы, она не пострадала, получила просто шок. 69 преступлений в общественных местах совершено нарушителями областного центра в течение месяца. Такую информацию обнародовали сотрудники управления полиции города Талдыкурган. Для эффективной борьбы с преступностью стражи порядка перешли на пеший режим. По их словам, практика эта довольно действенная. В общественных местах и на улицах уже в значительной мере сокращена преступность. К тому подтверждение статистика. За аналогичный период прошлого месяца было выявлено 134 факта, что больше в два раза. Добавим, патрулируя свои участки, полицейские ведут активную профилактическую и агитационную работы с гражданами. Они вручают им информационные памятки, брошюры с полезными советами, как предупреждать квартирные, карманы и автомобильные кражи. По городу Талдыкурган было разработано 150 маршрутов патрулирования. Ежедневно нами перекрывается 60 маршрутов. На охрану общественного порядка выходят и заступают 180 сотрудников полиции. По маршруту патрулирования проверяются все магазины, АЗСы, автозаправочные станции, подъезды домов заходят, переговаривают с жителями, которые находятся на маршруте патрулирования. Свыше 22 тысяч школьников Алматинской области в период школьных занятий прошли анонимное анкетирование. Его цель – выявление и предупреждение преступлений, а также правонарушений, совершаемых в стенах школ. Стоит отметить, в последние годы участились количество побоев, вымогательств, а также распитие спиртных напитков несовершеннолетними. Задача облюстителей закона – свести до минимума такие инциденты. Для этого на постоянной основе проводятся различные мероприятия и встречи с учащимися. Добавим, анонимное анкетирование проводится в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная школа». Инспектора по делам несовершеннолетних провели 223 анонимных анкетирования среди участников по выявлению уголовных правонарушений, где приняли участие 22 тысячи участников учебных заведений. Отмечу, но в ночное время проводятся рейды по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. Талдыкурганские юноши заняли гран-при на республиканском турнире по футболу. Он прошел в городе Капшагай. Более 18 команд из всех уголков Казахстана попытались оспорить звание сильнейших. Сначала футболисты играли за право выйти из подгруппы. Семериченцам удалось это сделать без единого поражения. В полуфинале талдыкурганцы уступили алматинскому коллективу. Но, несмотря на один проигрыш, им удалось завоевать гран-при по общему количеству очков. Стоит отметить, турнир посвящен памяти квалифицированного тренера Валерия Бочеварова. Я занимаюсь футболом два года. На этом соревновании мы завоевали первое место. Очень рад этому. В будущем хочу стать великим футболистом, как Криштиану Роналду. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 17.20. Субтитры подогнал «Симон»!